Продолжение следует... В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Закрытие автозимников и ледовых переправ. Как наказывают за езду без ремней? Новые штрафы с камер фиксации. Как правильно перевозить детей в автомобили? Закон о перевозке несовершеннолетних с последними изменениями. В столице Якутии завершила свою работу 26-я профильная смена ЮИ. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит основатель журнала «Журфикс» Яна Угарова. Ну а в начале нашего выпуска предлагаем обзор происшествий на дорогах нашего региона за последнюю неделю. На автомобильных дорогах республики с 10 по 16 апреля 2023 года зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, где погиб один человек, травмировано 18, в том числе пострадали двое несовершеннолетних. Так, 10 апреля в дежурную часть ОМВД России по Намскому району поступило сообщение о том, что на седьмом километре автодороги Намцы-Эргелех водитель, управляя автомобилем УАЗ, не справился с управлением внедорожника и совершил съезд с дороги в Кювет, в результате чего водитель госпитализирован в Намскую больницу с травмой бедра. В момент дорожно-транспортного происшествия помимо водителя находился один пассажир, мужчина 27 лет, последний не пострадал. 11 апреля в Алданском районе 52-летний водитель, управляя грузовым сидельным тягачом «Вольво» в составе полуприцепа не учел дорожные и метеорологические условия и допустил выезд на полосу для встречного движения, в результате чего совершил касательное столкновение с грузовым самосвалом «Скани». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Вольво». Пострадавший был доставлен попутным транспортом в приемное отделение Алданской больницы, где после осмотра врачом мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение. 14 апреля на 618-м километре автодороги «Умнас» молодой человек за рулем «Тойота Корона Премио» не справился с управлением, выехал на сторону, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП водитель иномарки скончался в отделении скорой помощи. Водитель автобуса, кондуктор и пассажир не пострадали. Госавтоинспекция напоминает, что в эти дни в некоторых районах республики наблюдается резкое потепление. В связи с этим на дорогах могут создаваться аварийно опасные ситуации. Учитывая погодные условия, водители должны быть предельно внимательными, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, выбирать оптимальную безопасную скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. А мы продолжаем. Якутские автомобилисты начали получать штрафы за непристегнутые ремни безопасности. Подтверждением стало несколько постановлений, которыми поделились водители. Новый вид нарушений фиксируется с помощью дорожных комплексов и камер. Как нейросеть определяет ремни и мотошлемы? Об этом наш следующий сюжет. Согласно пункту 2.1.2 правил дорожного движения, обязанность любого водителя пристегнуться самому и проверить, зафиксированы ли ремни безопасности у пассажиров транспортного средства. Водители мотоциклов перед началом движения обязаны надеть и застегнуть мотошлем. Хотелось бы напомнить, что за нарушение правил пристегивания водитель угрызит административный штраф в размере 1 тысячи рублей согласно статье 12.6 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Но важно отметить, что изображение с камер проходит два этапа проверки. Вначале в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений, а затем в ГИБДД. Итоговое решение о выписке постановления за ремень в любом случае принимают сотрудники госавтоинспекции. При этом штраф придет не пассажиру, а собственнику автомобиля. Для сравнения, если не пристегнутого ремнем пассажира выявил сотрудник ГИБДД, то в его обязанности входит выписать постановление, где лично пассажиру предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Но автоинспектор может ограничиться предупреждением. А вот водителю в любом случае грозит штраф в 1000 рублей за перевозку непристегнутых людей в машине. Как видно, на практике сотрудники ДПС могут оштрафовать и водителя, и пассажира его машины. Некоторые водители покупают белые футболки с черным принтом в виде пристегнутого ремня безопасности, чтобы обмануть инспекторов ГИБДД и камеры фотофиксации на дорогах. Однако сегодня с камерами такой фокус не пройдет. Все дело в работе системы. Искусственный интеллект делает до 25 высококачественных снимков до 5 мегапикселей, которые потом обрабатываются сотрудниками ЦАФАП. Второй этап проверки – это оценка возможного нарушения со стороны обученных сотрудников ГИБДД. В их распоряжении окажутся снимки высокого качества, где видна каждая деталь. Неужели они не распознают, что на водителей не ремень, а белая футболка с принтом? Так что от штрафов вас это точно не спасет. Ну а нашу передачу продолжит тема закрытия автозимников и ледовых переправ. Об этом нам расскажет руководитель департамента Дорожной службы и автомобильного транспорта Республики Саха-Якутия. Александр Данилов. Александр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Какие переправы сейчас на данный момент полностью закрыты? Да, у нас уже завершается сезон сезонных автомобильных дорог и ледовых переправ. У нас 31 марта уже поэтапное снижение автозимников и ледовых переправ происходит. И с 15 по 17 апреля у нас закрылись ледовые переправы автозимники в центральных районах Республики. И 20-25 апреля планируется закрытие ледовых переправ и автозимников в арктических районах Республики. Что касается ледовых переправ, в частности возьмем через реку Лена в городе Якутске. У нас на федеральной автодороге Колыма и Якутск-Нижний Бестях закрытие было 15-го числа. 17-го числа закрытие было Хатаса-Павловск. То есть на сегодняшний день у нас ледовая переправа официально закрыта. Какие штрафы, я думаю, нужно напомнить, грозят водителю, который выехал несанкционированно на лед? Хотелось бы здесь начать с того, что необходимо понимать, что все эти ограничения, все эти работы по запрету, устанавливаются в первую очередь для обеспечения безопасности населения, для безопасности водителей, их пассажиров и их, конечно же, транспортных средств. У нас в период, когда ледовая переправа закрыта, у нас проводятся рейды с участием представителей УГИБДД, МВД, ГИМС, МЧС и Управления по делам ГО, ЧС и ОПБ. У нас предусмотрены штрафы для населения от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, и юридические лица от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А насколько на данный момент выполнен план перевозки грузов по автозимникам? Да. Что касается перевозки грузов, у нас на сегодняшний день перевезено порядка 86-1 тысячи тонн грузов, что составляет 98% планов. И вот по мере завершения автозимников планируется часть оставшихся грузов закрыть. У нас, как вы, наверное, все знаете, в январе, феврале у нас были сильно отрицательные морозные температуры. В марте-апреле, тоже, наверное, все знаете, у нас были сложные погодные условия. Это вот сильные метели, зимники все забивало полностью, в частности, в Кобяйском районе, в Янской группе районов были сложные. Это, конечно, тоже повлияло на динамику перевозки грузов. Но благодаря оперативной работе дорожных служб, дорожных организаций, все эти трудности, ну, нам удалось, наверное, уже можно констатировать, чтобы были преодолены. И завоз у нас, ну, на сегодняшний день 98% от плана. И, думаю, до конца сезона автозимников какую-то часть уже закроем. Как будут организованы пассажирские и грузовые перевозки через реку Лена в период межсезонья? В период межсезонья у нас пассажирские и грузовые перевозки будут осуществляться через реку Лена будут осуществляться с привлечением водного транспорта, в частности, по маршруту Нижний Бестях, Якутск. У нас планируется привлечение 30 судов Хивус, 10, 8 аэроботов Тайфун и 3 судна Нептун-23. Стоянки воздушных судов у нас расположены на территории дамбы 202-203 микрорайонов, со стороны Нижнего Бестяха. Это пункт ожидания железных дорог Якутии. У нас тариф на перевозку установлен 1500 рублей с одного пассажира, но в период сложных гидрологических условий и интенсивного летопрохождения будут привлекаться аэроботы, в которых тариф будет, соответственно, повышен до 3000 рублей. По маршруту Гангаласа-Сотнице у нас планируется работа трех суден Славвир-6 и одного работа Тайфун. В период межсезонья и интенсивного прохождения хотел бы еще раз напомнить населению, что мы рекомендуем планировать поездки только при условии крайней необходимости. Нужно понимать, что там условия проезда сложные и довольно экстремальные. Ну, раз уж мы заговорили про воздушные подушки, то жители 202-203 микрорайонов жалуются на шум, который они производят. Как решается данная проблема? Так, у нас в этом году Минтрансом выделено, окруженной администрацией города Якутска выделено дополнительное финансирование из средств дорожного фонда на устройство примыкающей дороги к месту нового причала. У нас новый причал планируется в районе станции Намыв, в 204-м микрорайоне. У нас на сегодняшний день уже заканчивается разработка проектно-сметной документации. В частности, у нас на сегодняшний день сформирован земельный участок для организации места посадки-высадки пассажиров на воздушной подушке, который отвечает всем требованиям санитарных правил по внешнему шуму. У нас, да, в летний сезон планируется проведение строительно-монтажных работ по формированию причала и дорог, ну, в том числе работы по отсыпке, как я и сказал уже, места посадки-высадки пассажиров. И данные работы вообще планируют привести к изменению транспортно-логистической схемы. И работы у нас планируется завершить в октябре 2023 года. После завершения всех этих работ у нас место посадки-высадки пассажиров будет осуществляться в районе вот станции на мы в 204 микрорайоне. Да, мы уже много лет получали жалобы от населения и провели данную работу по смене места высадки пассажиров. И после начала функционирования по итогам места на месте реализации будет новый причал с устройством комфортабельного зала ожидания, парковочных мест и автобусной остановки. Ну, а сейчас в завершении давайте напомним водителям, что не стоит рисковать жизнью и здоровьем, поэтому не стоит выезжать на лед. Да, уважаемые водители, хотелось бы еще раз напомнить, что все наши ограничения устанавливаются в первую очередь для обеспечения безопасности, как вас, ваших пассажиров и ваших транспортных средств. Друзья, ну а я напоминаю, что у нас в гостях был руководитель Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Республики Саха-Якутия Александр Данилов. Спасибо вам большое. А мы продолжаем. Правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей в транспортных средствах, начали действовать с 12 июля 2017 года. Какие изменения в ПДД произошли с того времени, что актуально на 2023 год? Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. В первые месяцы жизни ребенка для транспортировки детей используют автолюльку с маркировкой 0. Ребенок лежит в ней полностью горизонтально и удерживается спецремнями. Само устройство ставится боком на заднее сидение. Перевозить младенца можно и на переднем сидении, но при этом он должен лежать спиной по ходу движения. Детское удерживающее устройство крепится в трех точках через плечо и закрепляется на среднем положении. Пассажир младше 7 лет обязательно должен ехать в машине в детском автокресле, соответствующем его росту и весу, причем как на переднем сидении, так и на заднем. Ребенок 7 лет может находиться без детского удерживающего устройства на заднем пассажирском сидении, но с использованием бустера. В правилах есть одна оговорка. Если ребенок этой возрастной группы выше 150 сантиметров, а его вес порядка 36 килограммов, тогда можно пристегивать его обычными ремнями безопасности. А если ребенок ниже полутора метров? Да, в таком случае используется бустер. На примере транспортного средства, в котором находится бустер. Бустер крепится так же, как и в штатном режиме и закрепляется ремнем безопасности. И помните, если человеку еще не исполнилось 12 лет, его нельзя сажать на заднее сидение мотоцикла, нельзя транспортировать в кузове или в прицепе, а также категорически запрещено перевозить малолетних на руках, поскольку вес ребенка в момент столкновения увеличивается во много раз и удержать юного пассажира практически невозможно. С начала года по республике Саха-Якутия привлечены 2448 водителей по части 3 ст. 12.23 КАПРФ, а это значит за перевозку детей без детских крысел. За нарушение такого требования предусмотрена административная ответственность, штраф на водителя в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц 25 тысяч и на юридических лиц 100 тысяч. И еще с начала года одно юридическое лицо было приличено по части 4 ст. 12.23 КАПРФ, когда при организованной перевозке групп детей автобус не соответствовал требованиям правил. В базе отдыха Сосновый Бор завершилась 26-я профильная смена юных инспекторов дорожного движения Малой Академии Дорожных Наук, в рамках которой пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Всего в профильной смене приняло участие 48 ребят из 12 улусов нашей республики. Это победители районных конкурсов, которые получили путевку на отдых в Сосновый Бор. В течение смены три батальона участников красный, желтый и зеленый обучались на кафедрах под руководством сотрудников госавтоинспекции и предметных педагогов. Практические занятия юных инспекторов дорожного движения проходили в современном детском автогородке «Безопасная дорога» на базе центра Сосновый Бор. Ребята в реальных условиях практиковали отработки знаний правил дорожного движения. Практические занятия это значит правила дорожного движения, оказание медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Ну все коротко, в общем-то, боевые приемы самбо и техническая часть в основном все такое происходило. Но, к сожалению, погода не позволила нам проводить практические занятия на велосипедах, на дорожной площадке, которые здесь присутствуют. Но нынче не получилось. Я здесь научился контролировать свои эмоции, научился оказывать первую медицинскую помощь и многому еще. Ребятам занятия очень понравились и они отнеслись к ним со всей серьезностью. А на вопрос, каким должен быть юный инспектор дорожного движения, Варвара Лаптева без сомнения ответила. Понятливым, смелым, разумным, умным и отважным. После прохождения обучения команды поборолись за первенство в республиканском соревновании «Безопасное колесо». И в нем победу одержал коллектив столичной школы номер 3, среди которых уже наш знакомый Илья Строев. Юид, это, ну, как бы, для меня вторая жизнь. Я с удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрики, где известные люди нашего города, республики, проверяют свои знания правил дорожного движения. И наш экспресс-тест по традиции состоит из 10 вопросов. Сегодня на них ответит основатель журнала «Журфикс» и сайта «Журект.ру» Яна Угарова. Яна, приветствую. Здравствуйте. Яна, ну, у нас такой стандартный вопрос ко всем участникам. Какой у тебя водительский стаж? В 2009 году моя подруга Наташа Лопатина уговорила меня пойти в автошколу. Вот с этого времени я вожу. Угу, с 2009 года. Да, то есть ваша передача называется «Про авто 14 и 14 лет, как я автолюбитель». О, символично. Так, ну что, у нас будут все вопросы здесь, на этом экране. Давайте приступим. Первый вопрос. Знаки предупреждают вас о том, что варианты ответов «На протяжении 150 метров возможно появление пешеходов на проезжей части». Второй вариант. «Через 150 метров находится пешеходный переход». И третий вариант. «Через 150 метров находится пешеходная дорожка». Ну, явно пешеходный переход и через 150 метров раз стоит такой такой знак. Через 150 метров находится пешеходный переход. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков запрещают движение транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км в час? Варианты ответов только А, только В, А и Б. А и Б, наверное. Третий ответ. Вариант номер 3. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Варианты ответов можно. Можно, если скорость трактора менее 30 км в час. И вариант третий нельзя. Это не сплошная, поэтому трактор ни при чем. Можно. Можно. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Варианты ответов только прямо. Прямо и направо. И третий вариант во всех направлениях. Так, ну, прямо можно поехать точно. Ну, и, в принципе, направо тоже можно. Прямо и направо вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Когда следует включать указатели поворота? Варианты ответов непосредственно перед поворотом или разворотом. Заблаговременно до начала выполнения маневра. И третий вариант по усмотрению водителя. В любом случае надо заблаговременно включать поворотник, а не так, как некоторые прямо вот думали-думали и потом только в последний момент его включили. Вариант 2. Вариант номер 2. Принято. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Варианты ответов можно. Можно, если вы управляете легковым автомобилем. И третий вариант – нельзя. Нет, нельзя. Вариант третий. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Варианты ответов разрешено. Разрешено, если вы намерены выполнить поворот. Третий вариант – запрещено. Но если я хочу повернуть, то, наверное, я могу. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Варианты ответов – только автобусу, только легковому автомобилю и никому. Вижу, что автобус налево хочет повернуть, а легковому едет прямо. Легковому надо уступить. Вариант номер? 2. 2. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Водителям мопедов разрешено двигаться? Варианты ответов. Только по правому краю проезжей части в один ряд. Второй вариант. Только по обочине, если не создаются помехи пешеходам. Третий вариант. Только по полосе для велосипедистов. И четвертый. Во всех перечисленных случаях. Помехи пешеходам всегда есть? Полос для велосипедистов. Если не создаются помехи пешеходам. Водителям идеальный город. Ну, если в идеальном городе, то везде можно. Четвертый вариант. Четвертый. Принято. Следующий вопрос. Как вам следует действовать, выезжая с места стоянки одновременно с другим автомобилем? Варианты ответов. Уступить дорогу. Второй вариант. Проехать первым. И третий. По взаимной договоренности с водителем этого автомобиля. Ну, я думаю, тот же момент действует, да? Что как-то надо там помахать. Кто очень торопится, тот и, наверное, проедет. Тут вот как-то не вижу я такой прямо... Возможно, что-то изменилось в правилах. Но как-то я тут не вижу, что есть четкое правило по поводу вот этого выезда со стоянки. То есть по взаимной договоренности с водителем. Ну да, да. Как-нибудь надо договориться. То есть перемигнуться. Да. Вариант номер три. Хорошо, принято. Это был последний вопрос. И сейчас все результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Яна, здравствуйте. Вы ответили на 10 вопросов. Первый вопрос был. Знаки предупреждают вас о том, что... И вы дали абсолютно верное. Ответ. Действительно, через 150 метров находится пешеходный переход. Какие из указанных знаков запрещают движение транспортным средством, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км в час? Знак «А» – это автомагистраль, «Б» – дорога для автомобилей. И на двух этих дорогах запрещено движение транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км в час. Вы дали правильный ответ. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? С нашей стороны прерывистая линия разметки, значит, действительно, обгон выполнить можно. Это был правильный ответ. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Со стороны левого и правого бока разрешено движение нам без рельс МТС прямо и направо. Был правильный ответ. Отлично. Когда следует включать указатели поворота? Здесь вы подробно объяснили, по какой причине действительно нужно включать сигнал поворота заблаговременно. Да, тут я была уверена. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Вне населенных пунктов при свободных правых полосах нужно держаться правой полосы, поэтому правильно ответили, нельзя, нужно перестроиться в правую полосу. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Конечно, при движении прямо это было бы сделать запрещено, но поворачивая направо и налево можно. Вы дали правильный ответ. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Яна, к сожалению, здесь вы ошиблись. Вы немножко не внимательно посмотрели на знаки приоритета, ведь главная дорога у нас действительно поворачивает налево. Автобус находится на второстепенной дороге, значит, соответственно, он будет вам уступать. А вот вы и водитель легкового автомобиля оба находитесь на главной дороге. В равных условиях и должны смотреть на правила помехи справа. Он вам уступит дорогу, так как вы для него помеха справа. Никому не надо было здесь уступать. Понятно. Водителям мопидов разрешено двигаться, и здесь вы правильно ответили, во всех перечисленных случаях. Как вам следует действовать, выезжая с места стоянки одновременно с другим автомобилем? На данном вопросе вы тоже ошиблись. У нас есть правило помехи справа. Если очередность движения транспортных средств пересекается, а очередность проезда не оговорена правилами, следует уступить дорогу транспортному средству, приближающемуся справа. Поворачивая налево, вы повернетесь к автомобилю своим правым боком. Поэтому должны будете уступить ему. Хорошо, буду теперь знать, что надо уступать. Не забывайте про помеху справа. Яна, вы ответили на 10 экзаменационных вопросов и ошиблись на 2 вопроса. Я рекомендую вам повторить правила дорожного движения за 14 лет водительского стажа. Правила, наверное, подзабываются. И рекомендую всегда повторять. Повторите правила помехи справа. Обязательно повторю. Но я считаю, что 8 в 10 для меня хороший результат. Согласна. Спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и удачи на дорогах. До новых встреч в эфире.